Петербург Ребята, очень рады вас видеть. Надеюсь, что очень хорошо добрались. Я так понимаю, что в Украине есть определенное количество горячих поклонников вашего творчества, которые наверняка с нетерпением ждали вашего приезда, ваших концертов. Но также я себе предполагаю, что есть определенное количество людей, которые, мягко говоря, не в материале, что такое СПБЧА. Поэтому, наверное, было бы правильно вас в первую очередь расспросить о формате содержания этого музыкального проекта. Что он сейчас на данный момент из себя представляет? Ну, мы стараемся избегать слова проект. Мы группа. Ну, проект это что-то вредное и что-то в этом есть такое, ну, как-то, не знаю, какой-то есть за этим словом шлейф, такой оскорбительный. У нас группа, мы... Да, да, да. У нас мы играем уже... У нас первый альбом вышел в 2007 году. Мы играли всегда совершенно разную музыку, которая менялась от альбома к альбому. Сейчас мы играем электронную музыку, записываем новый альбом, уже пятый. И вот этот тур, он как бы предваряет выход этого альбома. В нем мы в каждом городе играем новые песни, разные везде. С одной стороны, проверяем их для себя, насколько они работают. С другой стороны, показываем их людям, которые приходят на концерт. Про музыку, если сказать, ну, сейчас это электронная музыка по... Какая-то... Мы называем ее гипнотической электроникой. Нам, вы знаете, в этом вопросе мы всегда, скорее, субъекты, то есть нам изнутри трудно определить, что это именно. Мы всегда старались и стараемся делать музыку, которая была бы не похожа на все остальное, хотя потому что делать то, что же было не очень интересно. Ну да, про музыку в принципе сложно разговаривать. И мы помним расхожую фразу о том, что это так же сложно, как танцевать об архитектуре. Но немножечко давайте попробуем потанцевать. И, по-моему, даже у вас на странице написано, то ли ВКонтакте, то ли в Фейсбуке, что вы IDM группа. То есть Intelligent Dance Music. Может, как-то больше прокомментируйте. С Dance Music все понятно, но вот характеристика Intelligent относительно музыки, она там в себя включает ряд таких характеристик. Ух! Ну, это было просто... Ну, это, наверное, от елочных игрушек еще наследство досталось. Да, потому что... То есть сейчас нельзя сказать о том, что вы делаете? Нет, ну сейчас как раз можно. Потому что когда слушают нас, то этого нельзя было сказать. Ну, мне кажется, что это справедливо, да. Сейчас, наверное, можно снова сказать, но просто IDM это... Это уже сейчас не жанр и не определение музыки. В 90-е это была маркировка очень конкретной музыки, конкретного типа звучания. Но сейчас он тоже пользуется. Но сейчас просто фактически такой... В обиходе нет такой музыки, никто не слушает. Я не знаю, кого можно назвать IDM. Он написан на какие-то там блоги ВКонтакте. Но это не... Не, и пишут там вот этот IDM-маркер так. Прямо очень часто я встречаю. Не знаю, вот вышел новый альбом Кларка на Ворпе, а это главный был всегда флагман IDM-а. Музыка это английский, label, work record. Его не маркируют как IDM. Ну и все, что выходит на Ворпе, даже когда это электроника. Это такой термин, который уже стерся... Нет, а дело в том, что англичане не пользуются этим. Тебя вообще никогда не пользовались. Его изобрели как бы где-то в другом месте. И как бы в Англии он вообще не распространен. Они всегда спрашивают, что? Как? Ну, в общем, нету... Сейчас этот термин не обозначает ничего. Он настолько широкий, в него столько всего можно запросить, что мы не против того, чтобы быть IDM. Да, только в печку не ставь. Да, я когда готовилась к интервью, я обратила внимание, что вы достаточно спокойно относитесь к тому, как вы представлены в сетях и что там у вас происходит. И там, безусловно, разнообразие потрясающее того, как вас характеризуют и как группу, и как то, что вы делаете. И современный рок, и поэзия. Вот. И если говорить о ваших текстах, то лично у меня вопрос, то есть, как бы вот соотнестись нам к наличии матов там. Потому что для меня это, например, вопрос очень важный. С одной стороны, как бы уже очевидно, там очень мало. Но тем не менее, я вот когда смотрю, какая разница сколько? Здесь, наверное, факт. Нет, имеется в виду, что прям вот в считанных песнях. В двух, наверное. Трех? Ну да. Это что это было? А у нас было там 4-5 альбомов. Русский язык. Мне кажется, что это... Мне и странно всегда отвечать на этот вопрос. У нас это не было. Есть группы, у которых мы... Ну, они, к счастью, малоизвестны. Ну, вообще, с Никитином работали и с Борецким. Мне как-то странно даже после этого этот вопрос. У которых есть... Некоторые так разговаривают. Ну, здорово, что вам странно. Мне, например, до сих пор странно там слышать в качественных песнях мат. Поэтому все равно я не могла... Это язык. Это его форма бытования. Вот, совершенно. Это очень... Это очень... Язык. Он живой, подвижный. Он меняется вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Это как очень мощная река. Мы не можем на него никак повлиять. И в этом смысле песни в какой-то момент тоже становятся такими, что ты с ним ничего не можешь сделать. И это, ну, какое-то для нас было органичным и очень ясным воплощением наших мыслей. Это... А те слова, которые там использованы, ну, там некоторые из них действительно матерные, они... Ну, вот на последних уже нету. Ну, хватит оправдываться и перебивать меня. Извини. Они... Они такие, эти песни так себя придумали. Они так выросли. Они по-другому не могли бы быть, эти песни. Мы... У нас были для таких случаев сделаны... На тех дисках, где были эти песни, были наклейки. Да. Делали наклейки, да. Ну, по-моему, страшно еще какой-то ответ. Я почувствовала, я поняла про живость языка все. Тем более там, ну, на самом деле, когда слушаешь материал, то все очень органично звучит. Спасибо. Все оправдано. Это очень важно. Если говорить о том, что вот выросли песни, что выросло в новом альбоме, что вы привезли в этот раз в тур? У нас изменился совершенно... У нас изменился состав группы. До этого у нас был, может, условно, гитарный период. И как... У нас там важнейший, наверное, принцип, когда в работе, это то, чтобы нам самим было интересно. И это единственная вообще... Единственная причина, почему что угодно можно и нужно делать, как мне кажется. Вообще единственный смысл чего-то делать, это когда у тебя интересно, и тогда это единственная возможность, что у тебя что-то получится. И нам... Там... Та структура музыки, та музыка... Мы от нее устали, нам хотелось чего-то нового. Мы стали делать электронную музыку. Точнее, можно сказать, что вернулись к ней. Вот. А сейчас мы пишем новый альбом. Он для нас... Опять же, мы в этот вот... Субъекты внутри этого находимся. Нам трудно его как-либо оценить. Но для нас он... Все, что там происходит на нем, все это в новинку. Мы используем новые инструменты, которые еще вообще мало кто использовал. Мы используем... Ну, у нас есть разные новые сэмплеры, новые... Новые... Там, басовый синтезатор. Вещи, с которыми мы раньше не работали, с которыми вообще мало кто работал. Потому что они только недавно появились. И эти инструменты, они... Ну вот, как объяснить про этот... Например, про сэмплер, который мы используем, он называется оптатрек. Ему два года всего. Представьте себе, как есть там шестиструнная гитара, а вдруг изобретают девятиструнную. Она другая. У нее другая. Другая. Ты приходишь на ту территорию, на которой ты никогда не был. И делаешь там то, чего... Ну, хотя бы, как нам кажется, никто не делал. А какой состав сейчас у группы? Вот. Полный состав. Да. Перед вами. Потрясающе. То есть, сейчас вы только вдвоем. Угу. Да. Сколько городов включает в себя украинский? Украинский, Киев, Запорожье. Это то, что мы же проехали Днепропетровск-Донецк, Харьков-5. Харьков-заключительный, да? Да. Ну, все равно должна спросить, потому что мне лично интересно, все-таки различается ли публика украинская и российская? Нас часто про это спрашивают. Если коротко-то нет. Но есть какая-то такая теория, что чем южнее, тем веселее и доброжелатель. Ну, просто теплее люди, более открытые. Могу сравнить только с петербургской, наверное, публикой, потому что она сильно отличается. На все пуговицы застегнутые люди в основном. Они очень... Сдержанно. Сдержанно, да, реагируют на все. То есть, я понимаю, что если вот они не разошлись вот сейчас все, то как бы... То это вау! Да, это успех. Да, по-моему, Земфира когда-то сказала, что надо выйти, самому себе станцевать, самому себе похлопать. Но тоже не всегда бывает. Да, бывают исключения, но на самом деле, в конечном итоге, мне кажется, зависит не от городов, а от того, вот, бывает, как-то так. И совпало. Как помещение, погода, люди, да, как все устроено, как там, не знаю. На самом деле, есть огромное количество мелочей, которые как-то там иногда сами складываются. Чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты стараешься... Ну, живой концерт очень интересная вещь. Тем больше ты стараешься их складывать. Очень живая. А правильно ли я понимаю, что вот живой концерт, это тоже очень важный вклад в развитие творчества. Потому что вот именно через живые концерты какие-то... На мой взгляд, это самый важный. Ну да, это какой-то... Одна из всего лишь... Ну, у песни любой, есть всего две формы бытования. Она либо записанная, либо мы ее играем. И играть суперинтересно, и это редкая возможность для тебя увидеть, что в том числе, что... Все не напрасно. А что все, что ты делаешь, кому-то надо, и что находится хотя бы в любом городе какое-то количество. 100-150 человек, которые хотят тебя услышать. И это очень поддерживает. Очень заставляет тебя дальше что-то делать. Ну, и если говорить о творчестве, то, если я не ошибаюсь, в одном из своих интервью вы сказали о том, что творчество – это возможность получить то, чего тебе не хватает. То есть вернули это утверждение, и если да, то... Раз я сказал, конечно, верно, 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 точно. Как это лично с вами происходит? Ну, как? Это очень простая вещь. Чего-то тебе... Мне кажется, очень такая... Ну, какая-то мужская позиция. Если тебе что-то не хватает или не нравится, возьми и сделай сам. Ну, и в этом смысле, когда нам в музыке что-то не хватает или нам чего-то хочется, есть разные позиции. Можно там стянать, жаловаться, говорить, что все дураки, никто ничего не делает. Можно внимательно искать это в окружающем мире, можно взять и сделать. Ну, не так прям, что взять и сделать. Да? Ну, грубо говоря, да. Может, но постараться что-то сделать самому, постараться двинуть себя в эту сторону, что-то преодолеть. И в этом преодолении часто... Но, к сожалению, ты не можешь это сделать для себя. То есть, если ты что-то сделал, ты как бы не можешь потом этим пользоваться. Да. Ну, потому что... Ну, как раз концерт — это такая форма, ты не можешь... А вот когда... Концерт — такая форма, когда ты не можешь... Ну, мы не слушаем свои записи. После того, как мы ее закончили. Ну, да, сам записал, не можешь его переслушать. Ты не слушаешь. Но концерт — это как раз такой способ тебе послушать свою музыку в том числе. То есть ты в ней... Ой, и это удивительное состояние... Вот я бы там не стал говорить о том, что какие-то есть такие артистические штампы, там, что обмен энергии залом. Я бы скорее сказал про то, что ты сам впадаешь в такое интересное какое-то состояние. Как бы слушаешь чужими ушами вот людей, которые пришли на концерт. Да. Ну, если говорить о последнем альбоме, почему он так называется? Мы уже не помним, почему это наша барабанщица Саша придумала просто это слово. Почему мы какие-то многие вещи классные, хорошие, ясные, простые, которые нам нравятся, они не придумаются через силу голову, невероятное напряжение, да, и усилия воли. А просто из какой-то болтовни. Мы болтали с нашей барабанщицей Сашей, и она... И как-то она сказала... Она много очень смешных разных фраз говорит, и у нее очень классный свой язык, который она сама выдумывается. И прочее, почему-то произошла речь про вот какой-то там... Про какого-то лесного оракула. И оно так привязалось, оно никак не связано ни с чем на альбоме. Хотя там есть такой дух какой-то леса в этом альбоме. Там есть песня про один лес, про другой. Но оно скорее просто какое-то классное, необычное, странное название. Но одновременно и в нем столько дичи. У него очень классный. В нем столько дичи, и с другой стороны, в нем столько, столько в него можно вложить, что это очень круто. Поэтому так и называется. Ни почему больше. Никаких особых смыслов мы туда не хотели вкладывать. Это просто... Ну, наверное, это здорово. А дальше пустота, и каждый там свой смысл, что он слышал, как-то... Ну, более-менее. Но кроме того, это так... В этом классно, что ты это услышишь. И у этого редко бывают такие слова для сочетания слов. Когда они тебя сразу во что-то погружают. Очень... При этом при всей своей пустоте одновременно это очень ясный образ лесного оракова. И я напомню, что у нас в Харькове два концерта, да? Вчера у вас был в Пентагоне, и сегодня у вас концерт в Ермилове в 21.00, если я не ошибаюсь. Да, в 21.00. Приходите все! Ну что ж, я думаю, что мы будем уже заканчивать. И я напомню, что в гостях у нас были Илья Барабния и Кирилл Иванов, музыканты группы SPB-CHA. И сегодня в 21.00 в Ермилове в центре 21.00 будет концерт. Приходите! Всего доброго! Оставайтесь с нами!